Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия. Я вновь рада видеть вас в музейно-выставочном центре Тульской древности. Сегодня мы будем делать очередную куклу из цикла «Мир народной куклы». Кукла наша сегодня непростая. Выглядит она вот так. Называется она сорока-ворона. Или сорока-велобока, или еще ее называют каркуша. С одной стороны, конечно, сорока на Руси почиталась как птица нечистая. Считала, что в нее могут вселиться ведьмы. И вселялись они, и летали по всему свету. Поэтому лучше, наверное, все-таки, возможно, назвать эту птичку, эту куклу, как ворона. Или еще лучше галка. Но, с другой стороны, кукла это, скорее всего, не древняя. Очень много, конечно, материала по этой кукле. Но в одном из таких материалов я нашла, что кукла это сделала Елена Дикова, если не изменяет мне память. И впервые она была сделана на мастер-классе в 2007 году. Все-таки кукла это авторская. И, тем не менее, сделана она по всем традициям народной куклы, древней куклы. То есть это бесшитьевая кукла. Это кукла, которая, ну, в принципе, мне кажется, она даже по образу очень похожа на народные куклы. И сама по себе она очень забавная. Поэтому нам захотелось тоже сделать такую куклу. Для того, чтобы сделать куклу сорока-ворона или еще проще каркуша, нам нужно, вот она даже может стоять, нам нужен квадрат льняной, белый или какой-нибудь, можно даже темный, какой-нибудь цветной ткани. Ну, как правило, 20 на 20 или 25 на 25 сантиметров квадрат. Это будет голова и клюв, собственно, нашей птицы. Еще один кусочек ткани, уже побольше, где-то 40 на 30 или где-то 40 на 35, может быть, 45 на 35. Это будет туловище нашей куклы. Соответственно, если он будет в ширину больше, то есть мы его будем складывать пополам, соответственно, кукла наша будет выше. А если он будет в длину больше, то вот сама кукла, основа нашей куклы будет тверже, она будет лучше стоять. Поэтому, в принципе, вот если вы делаете для себя, то можно даже сделать, взять кусочек ткани и побольше. Я взяла вот небеленную бязь, как назвали в магазине. Тоже подходит, мы ее практически полностью скроем одеждой. Затем нам нужен небольшой квадрат высотой нашей птички практически. Это будет юбка нашей каркуша. Небольшой кусочек для фартука. Небольшой кусочек, вот обратите внимание, у нее такая котомочка или узелочек, да? Ну, красная ткань, традиционно возьмем. И два платочка. Один белый, светлый под низ, а другой такой цветной, традиционный. Можно взять еще кусочек ленты и привязать на нос ленточку нашей каркуши. Можно еще сделать несколько. То есть не просто два платочка, сначала светлые, потом темные повязать. А можно повязать, например, три, пять или больше даже платочков. Тоже будет очень красиво. Здесь, я думаю, что уже может каждый мастер включить свою фантазию. Но даже, может быть, додумать или придумать свой образ. Итак, мы берем небольшой квадрат и складываем его для головы, которая у нас, да, пополам. Потом еще. То есть у нас получается треугольник, да? По широкой части мы еще раз складываем пополам. И еще раз складываем пополам. Или можно даже сделать вот так еще. Вот так. Да, то есть уголки. И вот так. В таком варианте голова будет более плотной. Да, вот получился нос, собственно, нашей каркуши. Проглаживаем получше края и откладываем. Теперь берем ту часть ткани, которая была у нас задумана, приготовлена для нашего туловища. Берем. Ну, вот мне больше нравится всегда, когда вот эти обрезанные края находятся внутри нашей куклы. Поэтому вот мы их просто делаем скатку. Но скатку не маленькую совсем такую, да, а скатку приличную. Чтобы все-таки туловище нашей сороки тоже было. Не совсем тонкую. Вот такое. И теперь вставляем наш нос в эту скатку. Сворачиваем пополам. Причем обратить внимание, можно вот эту часть тоже немножко подвернуть. Вот таким образом. Вот таким образом. Лишние нитки можно обрезать. И вставить ее уже в скатку, чтобы сзади было ровно. Ничего не торчало, никакие углы не вылезали. Выровняем по длине половинки нашей скатки или скрутки. Уберем все вылезающие части или ниточки. И вот здесь, внизу, завязываем ниткой. Ну вот я привыкла как-то работать красной ниткой. Поэтому я завязываю красной. Хотя, в принципе, я думаю, что можно завязывать любой, так как кукла все-таки она более современная. Хотя, в интернете очень много разной информации. И многие мастера называют эту куклу обереговой. Говорят о том, что ее делали на жаворонке, то есть 22 марта. Да, и то есть она символизирует тоже как бы таких вот весенних прилетающих птиц. Хотя мне кажется, все-таки, несмотря на то, что традиции соблюдены, все-таки это кукла более современная. Все-таки в древности таких кукол, конечно, не делали. Но, тем не менее, образ очень симпатичный. У меня получилось неровно, поэтому я обрежу один край. Поэтому так и хочется вспомнить детскую поговорку. Сорока-сорока, где была далеко, что ела кашку, что пила брашку. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Так, вот таким образом у нас есть уже с вами основа для нашей сороки. Теперь мы ей повязываем первый платочек, белый платочек. Подворачиваем край. Закрываем нашу вот эту небеленую вязь. Можно чуть-чуть тоже сделать, как у бабушки, такой платочек. И просто завязываем его, ниточкой привязываем к шее. Вот таким вот образом. Ниточкой его фиксируем, закрепляем. Можно взять, в принципе, кусочек камень побольше, чтобы вот эти края не топорщились. Но можно оставить и такой, потому что мы все равно его закроем верхним темным, уже таким цветным, красивым платочком. Срезали, лишние ниточки отрезали. Вот такая она получилась у нас в платочке. Теперь нужно надеть юбку. Юбку надеваем выворотным способом. То есть берем нашу ворону, обматываем лицевую к лицу. Как получится обмотать с таким длинным носом, конечно, обматывать неудобно. Можно подвернуть чуть-чуть нос. И обматываем таким образом ткань. Обратите внимание, чтобы края нашей ткани, нашей юбки, находились сзади нашей вороны. Чтобы не получилось, что она у нас, как по нему, распашная и раскрывается впереди. Так, теперь мы расправляем. Юбка получилась коротковата, поэтому ее можно подтянуть. И вот смотрите еще, чтобы края юбки нашей потом, когда мы уже сейчас ее вывернем, не расходились, нужно немножко завязать их таким образом, чтобы один немножко находил на другую, да, вот эти края. Все выравниваем, выравниваем складочки, поправляем, расправляем нашу куклу. Чтобы юбочка была красивой, вот она уже в юбке. Теперь повязываем фартук. Тоже так же вывертым способом, то есть лицо к лицу. Отступаем. Можно сразу заложить складочки, можно расправить их потом. Присборить немножко, как бы, фартучек наш. Присборить немножко, как бы, фартучек наш. Вот такой получается у нас фартучек. Опускаем его. Можно взять тоже несколько фарточков, повязать разных по величине и цвету. Расправляем складочки. Ну, таким образом. Теперь берем, повязываем основной платок, подворачиваем, вот у нас тоже он такой красивый, цветастый. Оставляем чуть-чуть, чтобы виден был платок светлый. И повязываем, как вот дети говорят, обычно как бабушки носят. То есть, впереди под подбородку мы перекрещиваем и сзади завязываем. Снова все расправляем. Да, то есть, вот мне ушли все наши края нижнего фартука. Немножко у нас ушли и края юбки. Сейчас мы их поправим. Ну, и теперь осталась малость, практически птичка наша готова. Нужно нам сделать ей маленькую котомочку. Мы берем маленький квадрат красный. Можно взять синтепон, вату, можно взять пшено, различные зерна. Я вот возьму ветошь. Кладем в серединку нашего квадрата. И собираем. Конечно, можно, когда вы будете для себя эту кубку делать, можно фарточек вышить красиво. Можно украсить юбку различными лентами. И, как я уже сказала, завязать несколько, например, пять или большее количество платочков разноцветных, чтобы сорока получилась еще красивее. Да, а мы показываем вам основу этой куклы. Поэтому ограничимся пока одним платочком. То есть, здесь можно уже в украшениях этой куклы можно ей повесить полосы сверху, да, вот в выглядывающей из-под платочка. И повязываем нашу вот эту котонку или наш узелочек. Можно его, опять же, да, повязать до того, я, наверное, так и сделаю, повязать до того, как мы завяжем платок наш, чтобы нитки наши не торчали, не видно их было. Но завязываем не очень плотно, чтобы, тем не менее, платок у нас был, не закрыл наш узелок. То есть, чуть ниже, чтобы он платочка находился. И в то же самое время, чтобы не соскочил. Да, то есть, вот так. И вот завязываем потом. Куколка простая, но я еще раз хочу повторить, что она очень душевная и очень напоминает вот эту детскую игру сорока-сорока. Вот такая сорока-ворона у нас получилась. Вот она получилась даже, даже, мне кажется, они как-то по возрасту и по характеру немножко различаются. Да, вот эти две сороки. Это более такая взрослая какая-то, более большая дама такая в возрасте, а это более молодая, еще с длинным носом, с таким. И очень любопытная. На этом наш мастер-класс закончен. Я жду вас в следующую пятницу в Музейном выставочном центре Тульские древности. Спасибо вам большое за внимание. И приходите к нам в СБУ, у нас всегда есть все интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.